Российский супер тяжеловес Александр Поветкин завершает основной этап подготовки к намеченному 27 августа поединку за титул чемпиона мира по версии ВБА против Руслана Чигаева из Узбекистана. Завершает тренировочный сбор наш спортсмен на мажорной ноте, без травм и в отличном расположении духа, о чем свидетельствует его отменная физическая форма и веселое настроение. Позади 7 из 8 недель изнуряющих тренировок. Впереди последняя. По признанию самого Александра, самая длинная. А дальше? Дальше бой за титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Цель, которую Поветкин преследует с самого начала своего пути в статусе профи. Тренировки проходят 2-3 раза в день. Утром зарядка. Днем у нас всегда или спарринги, или вот сегодня у нас уже на спад все пошло. Сегодня у нас была такая тренировка более тактическая. И вечером будет или пробежка. Сегодня будем мы, наверное, позанимаемся в спортивном зале. Покрутим велик с ускорениями для дыхания. Восстановим. Ну и еще что-нибудь поделаем. Я даже не знаю, что. Тренер придумаем. Американский наставник Витязя Тедди Атлас методично объясняет своему подопечному мелочи, которые будут крайне важны россиянину в предстоящем поединке. Отработка элементов работы в ближнем бою заняла большую часть технико-тактической тренировки. Атлас сегодня решил обойтись без спарринг-партнеров. По мнению американца, пора снижать нагрузки. За время работы Александра в периметре ринга в ней его также кипела работа. Спарринг-партнеры, прибывшие в лагерь россиянина, были обделены вниманием и работали индивидуально. В зале можно было встретить бойца, внешне очень похожего на Джона Руиза, долговязого афроамериканца и еще одного, быстрого и жесткого парня по фамилии Томпсон. Единственное, что сделали в этот день упор Поветкин и Атлас, были снаряды. Вместо живых оппонентов вполне себе подвижные мишени. Никакой силовой работы, чистая отработка реакции и внимания, плюс наработки с сайдстепами и уклонами, которые нарабатывались Поветкиным ранее в ринге. В завершение занятия традиционная растяжка, затем взрыв, рывок и несколько минут покоя, лежа в квадрате ринга. Мы сейчас дали хорошую нагрузку и сейчас все пойдет на уголь. Сейчас будут минимальные тренировки, короткие. Наверное, перед боем вообще их не будет тренировок. Наверное, дня два точно не будет. На сегодняшний день в России числятся два действующих чемпиона мира в профессиональном боксе. Это средневест Дмитрий Пирог, который владеет поясом Всемирной боксерской организации и абсолютная чемпионка мира в суперсреднем весе Наталья Рогозина. Надеемся, что 27 августа еще одним нашим соотечественником чемпионом станет больше.